В Пантеоне чемпионов К1 Устраивал хайлайтовые мясорубки И навсегда заворожил фанатов одноударными ликвидациями Сегодня мы вспомним триумфальный забег Ханта в К1 Сделавший его тем самым супер-самансом, королем нокаутов без добивания Появившись на свет в 1974 году в новозеландском Окленде Марк не знал счастливого детства Изверкотец, избивавший сыновей и еще хуже относившийся к собственной дочери Оставил глубокий отпечаток на его характере Мой отец был настоящей сволочью, ужасный человек Он лупил нас до состояния, когда единственной мыслью было просто выжить Частично потеряв чувствительность к боли Саманец покончил со школой парой оверхендов И примкнул к уличной банде В школе вместо учебы я постоянно пил и курил Не повторяйте моих ошибок К совершеннолетию он пополнил резюме тюремным сроком Но как-то раз уложив толпу около ночного клуба И чудом повторно избежав тюрьмы Хант собрался изменить свою судьбу Придя в зал из благодарности к спасшему его от полиции вышибали Марк спустя неделю оформил первый нокаут В награду он получил шесть банок пива И был бесконечно рад Ведь раньше он валил людей безвозмездно По прошествии двух десятков выступлений Хант в феврале 2000 года вписался в Гран-при Океане Проводимый К1 За один вечер Саманец развалил троих Включая чемпиона страны по Муэтай Клея Амитаги А в финале точным апперкотом распластал на настиле Фила Фэгана Так закинув пару бетонных блоков 25-летний Хант заработал билет в высшую лигу Марк появился из ниоткуда У него не было бэкграунда в единоборствах или боксе Хант стартовал в драках около баров И вот он разносит лучших бойцов планеты Мне заплатили 10 тысяч долларов Это было потрясающе Я всерьез думал, что разбогател Всего через пять месяцев Марк десантировался в Японии Разделив ринг с Жеромом Либонером Француз всю последнюю декаду расщеплял соперников на атомы Своими увесистыми молотами Не менее летально укладывал ногами И только что гулко нокаутировал Франциско Фильо Даже при таком скачке в заслугах оппозиции Марк продемонстрировал, что его руки не дрожат Выступающий в левше ветеран был природным правшой И принялся накрывать его нетипичными лоу-киками передней ногой Ханты сам не стеснялся бить по нижнему этажу Однако Жером нарастил прессинг с целью казнить сама Анса в углу И к концу стартового отрезка раздались первые звоночки Во втором Марк пытался Блицкригами по разным высотам расшатать оборону антагониста Но Либанер был не из тех французов Под занавес баталий Ханту оставалось лишь детонировать в эпизодах Покуда европейский гигачат уверенно шел к успеху По итогам нестыдного дебюта в стране цветущей сакуры Марк сдал решение И со статусом героем аскульта японских школьниц пришлось повременить За выступление платили 27 тысяч и обеспечивали всем необходимым Тогда это казалось чем-то нереальным Возможность восстановить позиции представилась в феврале 2001 года на гран-при в Мельбурне Где Хант менее чем за минуту продвинулся в одну-вторую Там он показал себя еще более колючим И к 48 секунде устроил сопернику передоз попаданиями Супер-саманец обнаружил себя в финале с товарищем по команде Питером Грэмом В будущем австралийский каратэко играючи возьмет несколько региональных гран-при А также пошумит с фирменными раскатами грома Никогда не падавший Грэм не боялся Ханта Но саманец рванул обосновывать, что это он зря И вечер в миг перестал быть томным Аперкот из ада, нарисовавший идеальную иллюстрацию покидающей тело души Обеспечил Ханту викторию во втором гран-при за год Супер-саманец вернулся к турнирному формату 4 месяца спустя Столкнувшись с японским рубакой Хироми Амадой Духовитый Амада пару раз отбился от штурмов Тогда Хант по порядку отбомбился по ярусам После он примерил джеб И всадил коронку На хорошую концовку истории у японца было меньше шансов, чем у Хатико За шайтанив Эверхенд и невозмутимо удалившись от хладного тела Марк ушел готовиться к одной-второй В соперники ему попался Эрнесто Хуст Голландец давно успел доказать, что помимо витамина D Его основным экспортом являются лютые нокауты За последние два года мистер совершенства взял 15 из 16 А также в третий раз стал чемпионом в К1 При людии полуфинала Хант с наезда пытался присвоить инициативу Правда он быстро смекнул, что в каждом натиске нарывается на контр-выпады с неизбежными лоу-хиками Сделав выводы, саманец обратился вторым номером Тут же у головы Хуста залетали трассеры На экваторе голландца сбил с ног бодишот Затем он не без труда избежал повторного приземления Здесь Эрнесто повезло Поймав адреналиновый отходняк, Марк замедлился Освежившись в перерыве перед третьим отрезком Радники отринули тактику и принялись накручивать счетчик попаданий Завершающий гонг они встретили в бартерах В равном бою победу присудили звездному Хусту Между тем, сенсационное выступление принесло Ханту возможность пробиться на мировой гран-при В полуфинале октябрьского отборочного турнира оппозицию ему составил Рей Сефа В прошлом году, став вторым номером планеты Сахарок не только слыл заслуженным коллекционером скальпов Но и отличался жизнерадостным характером Не унывая даже посреди самых безбашенных ситуаций В шибке Сефа Ханту было нечего терять И он с разгона помчался трамбовать его у канатов После пучка оверхэнда Марк задержался в клинче С возвращением в центр новозеландские медоеды На целую минуту окунулись в нирвану абсолютного насилия К исходу первого отрезка у Рэя осталось больше сил И он занял пост рулевого И игнорировал Сахарок и развлечения зрителей На старте второго круга бойцы продолжили держать абсурдный градус огневой горячки Однако, когда уставший Хант предпочел блокировать удары эксклюзивно головой Никто и не предполагал, что любвеобильный Сефа поддержит его задумку Подытожил раунд серия подач в близком контакте Третьему недавно с трудом защищавшихся гладиаторов Проснулся запущенный синдром гиперактивности Как и ранее, вояки без передыха выдавали лавины обоюдных разменов Уже протестировав друг на друге все свои фишки В эпилоге они ушли в загул По результатам бойни года, показавший, как выглядит на деле отсутствие инстинкта самосохранения, триумф подписали Сефа Увы, из-за травмы глаза он вылетел из турнира И Марк автоматически продвинулся в финал В пару к нему попал ветеран Адам Ватт Отключавший соперников от электросети еще во времена основания К1 В одной-второй Ватт погасил свет самому Майку Бернарде Поэтому, не надеясь на легкую прогулку, Хант ломанулся его прессовать Ватт из действия не выключался, при случае прокидывая зрелищные кики И орудуя руками с безопасной дистанции Впрочем, Марк замедлил Адама благодаря лоу Расшатал ему психику прорывами на ближнюю И затащил в рукопашку В надежде закоротить вата окончательно, супер саманец пошел на контакт Австралийцу снова не полностью сорвало клеммы И он отбивался до заката раунда В третьем у него открылась сечка Это вынудило вата пойти в нападение последней надежды Все же, напряжение он не выдержал За чередой обвалов и победой техническим нокаутом Хант получил билет на финальный гран-при в Японии Главный турнир 2001 года состоялся 8 декабря на знаменитом стадионе Tokyo Dome Перед лицом 65 тысяч зрителей 8 лучших ударников тяжелой категории должны были выявить сильнейшего Проведя три поединка за один вечер На жеребьевке Марку позволили выбирать И он назвал имя Лебонеро Одного из фаворитов, который не знал поражений 14 сражений к ряду В прологе реванша заслоняющий спиной солнце француз Надеялся разовыми киками погрузить Ханта в темноту Марк, детонируя с удаления, старался поймать свой темп Вскоре они уже поохотнее ввязывались в размены Тем не менее, ко второму отрезку Хант явно проигрывал окопные перестрелки на расстоянии Тогда он переключился на автоматический огонь и вспомнил уличные деньки Затем Марк повторно приманил хладнокровного киборга к канатам Заставил его начать выцеливать И бросился на амбразуру Убедив Лебонеро ввязаться в обмен и пошатнув его серией хуков Хант всадил пару двоек прямой наводкой Тактический контргамбит и два десятка безответных пробитий Обеспечили Марку пропуск в одну-вторую Там ему салютовал прозываемый молнией Стефан Лека Прямо перед гран-при каратека отправил к братцам Питера Айрца А позже успокоит буйного Бадра Харри К сожалению для немца, у Ханта не оказалось польских корней Саманский дамбо все три раунда порхал по рингу с кумулятивными очередями А также по желанию штамповал правый как в атаке Так и в качестве расплаты В приступах вендетты Стефан крутился юлой И изредка пристраивал острые отмески Но невзирая на беглые дуновения надежды Шаровые молнии чаще сверкали в сторону Лека После цепочки попыток умножения немца на ноль Милосердный новозеландец не стал доводить беднягу до необходимости конфискации шнурков И решением промаршировал к ключевому поединку в карьере Мы пили с ним всю ночь перед турниром и неплохо сдружились Но в ринге это был просто бизнес, ничего личного Финал Марка выкатили действительно по-царски Противостоял ему Франциско Филио Бразильский каратист бил шампанское о головы таких легенд, как Грека Фух И хуст Однако сам он ни разу не выигрывал генеральный гран-при Этим вечером об Филио запнулся трехкратный монарх Айрц Поэтому от него и Ханта ждали ночи сломанных олдскул Между тем Марк отринул первобытные позывы накинуться на прожженного контрударника И отрабатывал одиночными по торсу Франциско зеркально отвечал Моментами засылая патентованные фланговые кики Тогда Хант переключился на многоэтажные комбинации В общем же, три раунда прошли в абсолютно равной борьбе Судьи захотели продолжение банкета И назначили дополнительную трехминутку В ней более голодным показал себя Марк Который, прилагая максимум усилий, пытался обязать бразильца заплатить по счетам В сумме с эманской золушкой отошли судейские симпатии 400 тысяч призовых и место в истории Как одного из девяти чемпионов самого престижного гран-при кикбоксинга Впервые я не чувствовал себя никчемным неудачником Я понял, что все жертвы не были напрасны Марк в одночасье стал звездой и заключил контракт повыгоднее Но купив родителям дом, он встретил только прежнюю животную ненависть отца Это психологически надломило Ханта И он пустился во все тяжкие, целыми днями засиживаясь в казино И умудрившись прогнать через себя целую партию кристальных гостинцев от Хайзенберга Тут поползли слухи о потенциальном бою с Крокопом Считавшимся крупнейшим активом К1 В качестве разминки едва протрезвевшему Марку Выдалицу Йошина Косака Используя свое заплывшее состояние Хант не раздумывая поддавил соперника массой И вынудил Леммингом слететь на пол Живучий Накасака спикировал снова Хотя, как выяснилось, он был коварнее злой бывший Хайкиком организовав Марку свидания с Настилом Суёша подскочил оформлять апсет Проморгавшись, Хант расчехлил убаюкивающие удары И полуночный самурай наконец уснул Изведав самонаводящуюся похоронку Новозеландец провоцировал череду землетрясений Приведших к обрушению японца Несмотря на травму руки В марте 2002-го Марк принял схватку с Мирко Филипповичем Вице-чемпионом 2000-го года И обладателем самого смертоносного левого кика в хрониках единоборств Весы под Хантом давно призывали остановиться Но скоростной Каракоп стал первым, кто развел самонца на промахе И заставил его, пропуская кики, жалеть о скромном росте Даже на средней марку не удавалось нащупать пульс Бойн Он лишь иногда снимался смели Покуда Хорват вагонами выгружал попадание Третьему раунду Мирко зафиксировал тайминги для залпов левой Хант откровенно уклонялся вправо от кросса И Каракоп метнул кладбищенский хайкик На глазах шокированных зрителей Саманские боги вернули Марка к жизни Правда, сил переломить неутешительную тенденцию они ему не даровали Однократно завалившись на канвас и уступив по всем статьям Марк не извлек уроков из поражения Летом он с поврежденной рукой согласился на баталию с Либанером в Париже Смельчаки с наскока вклинились в жаркое соревнование за лучшую пергидрольную прическу Напевая «Ваяж-Ваяж», Хант утрамбовал француза к канатам Жером перешел в контратаку и одним из ударов зацепил Самансу глаз Следствие чего он во втором раунде проглядел правый хук Либанер пустился капитализировать грогу конкурента Марк перетерпел и ответил взаимностью Дальнейшая минута войны на выживание в комментариях не нуждается Смотреть допускается исключительно стоя Разменявшись ломовыми нокдаунами Хант под занавес проглотил хай-кик Он не хотел останавливаться, но без спроса влезший менеджер выбросил полотенце После Марк был немногословен Ужасное поражение, хотя бой сделали отличный, может повезет в следующий раз Тем не менее, Саманец все же засомневался в лояльности менеджера И ко всему прочему уличил его в краже 300 тысяч долларов Потратив немало времени на судебные разборки Хант вернется только осенью против Майка Бернарда Белый носорог был вице-чемпионом 96-го года И всегда рьяно оправдывал громкое прозвище Вот и в этот раз южноафриканец рассчитывал на привычное сафари в четырех углах Однако, придя в себя за прошедшие месяцы Хант заявился на потасовку во всеоружии В ринге он систематически охотился за корпусом соперника Полировал его лысину ударами И как никогда задорно строчил лоу-киками Бернарда не терял надежду до последних секунд забойной двухсторонки Увы, его звериных инстинктов не хватило для остановки И решение закономерно отошло Марку Первая половина года выдалась тяжелой Но я на силу получил билет на генеральный гран-при Теперь буду усердно тренироваться И сделаю все, чтобы во второй раз стать чемпионом Важнейший турнир года состоялся в декабре 2002-го В четвертьфинале на Ханта попал Лека С волос которого сразу начала отлетать краска В завязке Марк столь комфортно контролировал развитие событий Что в середине поединка осмелился порезвиться с киками по уровню Немцу было совершенно нечего предложить, кроме пальбы по ногам В несчастье для Ханта, один из Лоу повредил его левое колено Стефан попытался перехватить управление Но Марк тут же врубил форсаж Левым боковым на скачке подписав Лека модный приговор Заметно хромающий Хант прошагал в полуфинал Там старый знакомый Лебанер поприветствовал его ударом по болячке Француз явно не собирался его жалеть И развернул бесчеловечную кампанию лоу-киков Супер Самоанцу ничего не оставалось, кроме как крутить мельницу и надеяться на лучшее Тактика сломалась ровно на экваторе С этого момента за один факт продолжения сражения с начисто порванным коленом Ханту можно было давать медаль за отвагу Не верил своим сенсорам и киборг, постепенно осознававший, что воля Марка не уступает его собственному стальному сердцу Вид обоих перед завершающим раундом говорил о многом Изнывающий от усталости Лебанер искренне постарался доломать Ханту ноги А затем извел остатки бензина на бетонную голову Здесь одурманенного Марка окатила волна адреналина Он кинулся в последний бой И под конец сотворил что-то невероятное За 9 минут на ринге Берсеркеры К1 оформили идеальный триллер Даже разнесенного в пух и прах колена Ханта И на мгновение перегоревшей лампочки в мозгу Лебанера оказалось недостаточно, чтобы остановить секундомер В результате с выстраданным решением француз отправился в финал, а саманец в больницу Какие у вас планы на будущее? Надо сделать МРТ А после я серьезно подумаю, стоит ли оно того Эта сшибка стала для Ханта водоразделом Заключенный его бывшим менеджером контракт в 4 раза уступал предложениям в ММА И Марк начал готовиться к трансферу Мне предложили драться в Прайд за четверть миллиона Я спросил, это за один бой Они ответили, да, контракт на 3-5 выступлений Я такой, вот это да Тащите скорее бумаги на подпись В 2003-м он на пасашок вышел наперекор Гарри Гудриджу Чтобы разобраться с обязательствами перед лигой С фактически загипсованной ногой Саманец не силился усадить большого папочку И отрабатывал в темпе спарринга Ханта очевидно беспокоила незажившая травма Поэтому местами он дозволял Гудриджу взводить катапульты И разряжаться на потеху публики В целом, Марк полностью вел встречу Без форс-мажоров, добравшись до гонга гарантированным победителем На этом К1 для меня закончился Я не владел титулом И причин оставаться не было До 2008-го года Хант забудет о кикбоксинге Вернется он лишь единожды против Сэми Шилте Который по итогам карьеры запомнится величайшим тяжем в истории спорта Марк застал его в полосе из трех триумфов в гран-при к ряду Поэтому без подготовки согласился подраться хотя бы ради фана На разгоне 34-летний Хант делал все возможное Чтобы подсушить ноги колосса И на взлете лупил оверхендами Держась поодаль от взрывоопасного визави Шилт искусно пользовался габаритами А также не игнорировал лоу-кики Но стоило Марку начать его доставать Сэми вынул туз из рукава Уширо, сотрясший новозеландца вместе с ареной Обозначил последний танец Ханта по правилам К1 Перед исходом на пенсию в 48 лет В 2022 году Марк вновь примерит большие перчатки Впрочем, громко хлопнет дверью он по правилам бокса Сегодня летописные деяния суперсаманса Помнят прежде всего по выступлениям в ММА Однако, Хант сковал свое наследие еще в кикбоксинге Где устраивал зверские сечи с легендами ударных единоборств И с эффектом разорвавшейся бомбы пронесся по мировому гран-при Лучший рубака поколения по опросам его поклонников Популяризатор нокаутов без добивания И один из немногих, кто на вопрос о лучших боях Может назвать почти любой Если вам понравился ролик и хотите видеть новые выпуски о звездах К1 То не жалейте лайка, подписывайтесь на канал и помните Настала эра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok